Друзья, добрый день! В этом видео мы рассмотрим, как нам начать проходить верификацию кабинета. Для этого мы кликаем по своему аватарку в правом углу, например, и нажимаем верификация профиля. Для начала нам нужно заполнить паспортные данные и данные своего адреса и сохранить их. Вот эта кнопочка Save для того, чтобы у нас открылись покупки. Позже мы подгрузим документы. Итак, заполняем имя, фамилию, пол. Нужно заполнять те данные, тех документов, которые вы впоследствии будете подгружать. Прописали имя, фамилию, выбрали пол. Мали – это мужской, фей Мали – это женский. Далее, нам надо поставить дату рождения, причем должно быть участнику, партнеру более 18 лет. Нажимаем здесь на календарик и выбираем. Значит, на год сначала кликнули. Идем стрелочками, выбираем год рождения, выбираем месяц рождения и кликаем на дату. Выбрали – 19 мая 1992 года. В этом поле Place of Birth ставим место вашего рождения и далее выбираем страну проживания. Прописали место рождения, выбираем теперь страну. Страну там, где вы живете. Украина, допустим. Далее, прописываем номер паспорта. Опять же, обращаю внимание, тот документ, который вы будете заливать для верификации. В следующем поле ниже, это мы должны указать, кем выдан паспорт. Например, кто выдал МИД Россия. Далее, ну или же для Украины, там, естественно, будет орган, который выдал. Прописывайте тот орган. Следующий момент. Дата выдачи паспорта. Проставляем. Опять же, нам нужно выбрать год, месяц и число. Кликаем вот сюда, вот, для начала по центру и выбираем год выдачи. Выбираем год, ставим месяц и выбираем дату. Далее, дата окончания. Здесь нужно быть внимательным. У гражданских паспортов Украины и России, там, по-моему, нет у нас срока окончания. Поэтому ставьте плюс 10 или плюс 20 лет от даты выдачи. То есть, если у нас выдано в 2004, то поставим 2024 или там 2034 май месяц, 16 число. Вот так вот. На загранпаспортах стоит дата окончания. И нажимаем кнопочку Save, обновить. После того, как вы заполнили паспортные данные, обновили, переходите в поле адрес и заполняйте на латинском свой адрес. Там, где вы проживаете и тот, который вы сможете подтвердить документами. Внизу вы видите требования, которые предъявляются к подгружаемым документам. Переведите просто их на русский язык и сможете прочитать. Документы на русском, английском и немецких языках. Если ваш паспорт на другом языке, вы должны предоставить нам перевод на английский язык, заверенный нотариально. Значит, фотографии. Фото первой страницы паспорта. Это разворот с вашим лицом. И второй момент. Это вам нужно сделать селфи со своим паспортом. То есть, раскрытый паспорт и ваше лицо рядом сфотографировать. Далее, по третьему вопросу. Второй документ сейчас на данной стадии еще решается. Если нужно будет, будем подгружать. И если этот момент опустят, значит не будем. И далее. Какие документы нужны для фотографий? Не документы, а какие требования нужны для фотографии? Значит, фотография должна показывать владельца документа. Разрешение 600 на 600 пикселей. Части документа не должны быть покрыты, закрыты чем-то пальцами или размыты. Должны быть хорошо видны. Размер фотографии не должен превышать 5 мегабайт. И формат фотографии JPEG или PNG. Все, друзья. Заполняем поля. Кнопочку сохранить. И это даст нам право покупок.